Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я ведущий Александр Гурарьи. Дмитрий Гордон, известный украинский журналист, сделал два интереснейших интервью с довольно одиозными фигурами. Это с бывшим министром обороны Донецкой Народной Республики Гиркиным и известным прокурором, в прошлом прокурором Крыма Натальей Поклонской, ныне депутатом Государственной Думы, личности тоже довольно известная. Объединяет их то, что оба этих человека на Украине являются персонами нон-грата и, как бы мягко говоря, не приветствуются никакие контакты с ними. После этой публикации этих интервью на Гордона обрушилось большое количество, скажем так, нелицеприятной критики, вплоть до оскорблений, вплоть до угроз жизни и так далее. Но это как бы вопрос довольно-таки тривиальный, то есть такие вещи случаются и довольно часто, и не только в Украине. Неожиданным и довольно, так сказать, оригинальным было выступление самого Дмитрия Гордона, которое прозвучало в прямом эфире его YouTube-канала, в котором он заявил, что все эти оскорбления были беспочвенные, а оба этих интервью были проведены им по согласованию с СБУ, Службой безопасности Украины, и являлись собой не что иное, как своеобразный допрос этих граждан с целью привлечения их к ГАГскому суду. Все это было очень необычно, очень странно и вызвало совершенно предсказуемую реакцию в среде как журналистов, так и обычных зрителей. На связи с нашей студией журналист-политолог Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Ну, первой ласточкой, так сказать, сотрудничества журналистской братии с СБУ был известный случай с Аркадием Бабченко, которого якобы убили, на котором было совершено покушение, все журналистское сообщество всколыхнулось, многие его друзья из Москвы собирались ехать на похороны, собирались ехать разбираться, и вдруг все оказалось пшиком, оказывается, это был спектакль. После этого, конечно, отношение к Аркадию Бабченко как к журналисту несколько изменилось. Ваше отношение к Дмитрию Гордону как к журналисту изменилось после этого выступления? У меня не было никакого отношения к Дмитрию Гордону как к журналисту, поэтому я сначала запнулся в попытке ответить на вопрос. Я не смотрел ни одного его интервью в Ютьюбе, а я слышал множество, так сказать, ссылок на различные интервью, в том числе и очень знаковых, очень симпатичных мне персон, скажем, Людмила Улицкая была у него. Мне даже трудно объяснить, почему мне он не интересен. Ну, не знаю. Давайте не будем об этом говорить. Я его как журналист и не знаю, но ссылаясь на людей авторитетных, в профессии отдаю ему дань. За его огромную, видимо, работу, у него огромное количество подписчиков в его Ютьюб-канале, он весьма, так сказать, притягивает к себе внимание прессы, публики, публичных политиков. На него ссылаются, да. Ну, что я могу еще сказать. Я не очень внимательно слежу за политиком украинским сегодня. Среди известных людей в журналистике в украинской есть два-три человека, которых я знаю очень хорошо лично, с которыми у меня связывает общая работа. Это Савик Шустер и Виталий Портников. А остальных я знаю, так сказать, ну, как-то так, в общем-то, на слышке, либо по предложениям какого-то сотрудничества с ними. Длинный ответ, да, Александр? Но, тем не менее, заканчивая его так, когда я услышал его опроводательный спич Гордона, на который вы ссылали, что он делал это интервью, делал эти интервью в сотрудничестве с Службой безопасности Украины, я спустился к жене на дачке, мы живем здесь, и говорю, ты посмотри, что происходит. Она, в общем, очень жестко отозвалась на это, ну, и мы оба сошлись, она у меня тоже профессиональный журналист, главред одного из медиаресурсов, и мы сошлись, что это вообще выходит за рамки наших представлений традиционных о журналистской профессии. Наверное, мы немножко старомодны, возможно, да, но я остаюсь при собственном мнении, это совершенно потрясающая дискредитация журналистики как таковой. Я имею в виду делание интервью фактически по заказу спецслужбы. Чем бы оно ни оправдывалось? Ну, так сказать, объяснение довольно, так сказать, героическое, то есть, типа, что эти люди с точки зрения украинских властей являются преступниками, по крайней мере, подозреваются в преступлениях, и другого способа получить их показания у него не было. То есть, человек и гражданин, неважно, что вы, так сказать, не знакомы с его творчеством, он журналист, он счел возможным помочь родному государству и сделать, так сказать, провести, собственно, даже, получается, допрос. Его, кстати, многие упрекают и по его предыдущим программам, и он в какой-то степени этом даже бравирует, что его интервью похоже на допрос, то есть, он ставит довольно резкие, так сказать, в резкой форме вопросы, люди, как бы, некоторые теряются, то есть, это своеобразный допрос. И вот этот допрос оказался допросом настоящим. Что же здесь плохого? Да нет, ради бога, ничего плохого нет. Допрос, давайте называйте это допросом, а не интервью. Давайте называйте его работой не журналистской, а следовательской. Все, никаких проблем. Ну, если бы назвали допросом, то они бы просто отказались от этой затеи. Значит, это не чистоплотность. Значит, это подмена. Значит, это подмена. Он, выдавая себя журналиста, работал, так сказать, оперативником. Ради бога, ради бога. Это очень важная работа, но только не надо изображать в этой ситуации, так сказать, интервьюера. Да, вот и все. Дело в том, что, ну, хорошо, я слышу, да. Вы вот это его выступление само увидели? Вот я имею в виду не сами интервью, интервью оставьте за скобками. Да, да. Я вчера, надо сказать, что у меня реакция была очень эмоциональная. Я написал тот же блог, потом он был, значит, повешен на сайте «Эхо Москвы». Но я написал этот блог сначала в фейсбуке абсолютно вот по тому хрестоматийному примеру. Пастернака не читал, но скажу, да. Значит, интервью я не читал и в этот момент еще не читал даже его оправдательного спича. Только вечером, во второй половине дня, точнее говоря, вчера я видел четырехминутную запись его обращения, так сказать, к городу Эмиру, где он объяснился, причем объяснился с нейроэтом опломбом, с очень уничижительным, так сказать, пренебрежением по отношению к слушателям, к тем из них, кто на него нападал. А, так сказать, не умным, не образованным, ничего не понимающим, с одной стороны. С другой стороны, вы все у меня на карандаше объявил он, вы все, так сказать, задокументированы, и спецслужбы с вами разберутся. Имея в виду тех, кто что-то там делал, писал, выкрикивал около его офиса в Киеве, да. Он предъявил ультиматум, он сказал, что у вас есть время до 9 часов утра, чтобы убрать все безобразия, которые там у меня под окнами. Да, 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 да. Ну, то есть, все какашки, которые там были, значит, раскиданы, условно говоря, естественно, должны были быть убраны. Ну, в общем, если это были бы действительно какашки, то правильно, он был совершенно бы прав. Ну, наверное, это были свербальные какие-то оскорбления в ее адрес. Не суть, а важна для меня в этом, как бы, его стилистике. Знаете, стиль – это человек, да, известный, так сказать, один француз сказал. Так вот, вот этот стиль, ну, мне крайне не симпатичен, я сейчас очень мягко выражаюсь. Это первое. Второе. Потом вечером, значит, по совету одного из моих друзей, большинство, многие из которых там выступили комментаторами, значит, у меня в этом, к этому посту, посоветовали мне все-таки посмотреть интервью, потому что оно не безинтересно. Которое из двух? Я имею в виду с Гиркиным, да, ну, с Поклонской, в общем, мне даже в голову не пришло бы смотреть и терять это время. Я потом увидел продолжительность одного и второго интервью, одного – два часа, а второе – три часа – сорок минут, я ужаснулся. Вообще говоря, в журналистике таких интервью даже в Ютьюбе, мне кажется, не бывает. Да, это действительно стиль какого-то допроса. Я не знаю, сколько, так сказать, времени потратила Улицкая, либо Познера интервью с этим Гордоном. Суть не в этом, я повторяю. Суть в том, что я послушался этого человека, который для меня авторитетен. Это известный кинорежиссер, документалист Елена Якович, хорошо, кстати, известный в Израиле наверняка. Он сказал, старик, ты все-таки почитай, ну, мы с ним вместе много лет назад работали. Мне безинтересно, да? Я сказал, Лен, раз ты так читаешь, я посмотрю. Вчера, значит, поздно уже вечером, за полночь включил Ютьюб, посмотрел 3 часа – 40 минут, ужаснулся. Короче говоря, я час, честно, первый час я отсмотрел. Потом я понял, что меня кламит ко сну. Да, и поймался я на том, что на 10 минут второго часа я уже дремал. Начало этого интервью, оно абсолютно следовательским характером, так сказать, изображается, да? Ваша фамилия такая-то, а вторая ваша фамилия так, вы это подтверждаете? Вы появились на Майдане в Киеве в конце января в составе с кем? Кто вас сопровождал из Киева? Фамилия. Вы были не один? Вы это подтверждаете? Вы подтверждаете, что вы там были? Это так? Причем это он списывал, я же видел, не стеснялся. То есть, не стеснялся, он спокойно считывал эти вопросы с приготовленной, так сказать, методички, да? Конечно же, он должен быть готов к интервью, но совершенно так, как бы сказать, демонстративно показывать, что, в общем, это не журналистский жанр, а нечто другое, было даже забавно, да? Но, повторяю, видимо, сегодня о канонной журналистике, и в частности в украинской, особенно после известных эксцессов с тезкой моим Бабченко, они изменились. Они изменились. И я ничего с этим как бы не могу поделать. Могу только сказать, что это страшно печально. Это и есть отражение и нашей времени, и наших нравов, и нашей политики. Но, в общем, я бы не хотел меняться с этим временем, потому что, в общем, ну, в конце концов, мы уже не такая одиозно-древняя профессия, как вторая, да? Ну, говорят, одна из древних, нет? Ну, говорят, одна из древних, но, как бы, я себя, в общем, зачисляю в другую когорту тех, кто держится их. Аркадий, я прошу прощения, вы знаете, вот вы сказали, что вы посмотрели первое интервью и не посмотрели второе. Наоборот, наоборот. Ну, в смысле, вы посмотрели с Гиркиным, не посмотрели с Поклонской, да, неважно, очередность. Я посмотрел интервью с Поклонской, так сказать, напрягся, да, напрягся и внимательно его посмотрел. Мне было интересно одно. Я его посмотрел тоже после вот этого, так сказать, монолога Дмитрия Гордона, в котором он признается в своем сотрудничестве с органами. Я смотрел это интервью именно с той точки зрения, а что же там было такого, что могло лечь в основу, как бы, там, не знаю, обвинительного заключения или еще что-то. Я вам абсолютно честно говорю, я именно вот с этой цели его посмотрел. Потому что то, что она там говорила, это была такая чушь, что просто, извините, уши сворачивались трубочкой. Вот такой человек был прокурором Крыма, это просто смешно, да, то есть. Но дело не в этом. Так вот, я вот честно сидел, смотрел, я не нашел там ничего. То есть никакого отношения к допросу или к каким-то фактам, которые могли бы быть кому бы то интересно, там не было. Из этого у меня возникает определенное ощущение, которым я хочу поделиться с вами. У меня сложилось впечатление, что вот это вот пафосное выступление Гордона сыграно. И еще раз повторяю, у меня впечатление, что изначально он просто проводил вот эти интервью, а уже потом, в силу каких-то обстоятельств, решил приплести туда СБУ. Может быть, в силу того, что он получил какую-то информацию, ну, по крайней мере, от Гиркина. Потому что от Поклонска, еще раз повторяю, там молоко, там ничего нет. Не кажется вам такого? А, это был вопрос. Вопрос в форме сомнения, я бы так сказал. Ну, повторяю, значит, я интервью с этой мадамой не видел. С этой девицей, я бы сказал так. Ну, ничего не потеряли. Не видел. Да, ну, конечно, ничего не потерял. Скажу следующее в качестве ответа. Я сегодня посмотрел 10-минутное интервью с Виталием Портниковым на «Радио Свобода», по-моему, да. Я уважаю его очень, так сказать, за остроту ума, за умение найти какие-то очень точные характеристики. И, кроме того, он просто инсайдер в украинской действительности, в украинской политике и журналистике, да. Мы с ним очень много лет работали на «Радио Свобода» в 90-е годы вместе. И он явно, у него очень, так сказать, малосимпатичное отношение к самому Гордону. Он даже имени его не называет. Он говорит, этот человек, который брал интервью у Гиркина. Он говорит, что это интервью абсолютно неинтересно с точки зрения ни журналистской, ни процессуальной. Потому что они не сказали ничего абсолютно нового по сравнению с тем, что уже было ими сказано публично на тех или иных площадках. Да, единственное, что, может быть, кажется интересным, что он признался в распоряжении расстрелять и убить там четырех, так сказать, украинцев, да. Но, говорит, это тоже как бы известно, просто это еще раз, так сказать, воспроизвел. Я Виталию здесь верю. Другое важное, что он сказал, и это уже ответ на ваш вопрос, для чего это было сделано. Он утверждает, что это было, я бы сказал, активное мероприятие, как говорят на языке, так сказать, спецслужбы, направленное на дикредитацию общественной стабильности и политической стабильности в Украине. На подрыв этой стабильности путем как бы втаскивания на политическую площадку Украины вот этих как бы одиозных противников нынешней украинской государственности. Также, ну, Портников известен яростным неприятием фигуры Зеленского и поддержкой, скажем, предыдущего президента Порошенко. Поэтому здесь можно делать на это дело поправку, но он говорит, что так же начиналась раскрутка Владимира Зеленского, когда он еще был, так сказать, шоуменом, с интервью, которое взял у него Гордон. Хотите верьте, хотите нет, но я не могу не обратить на... То есть Поклонская следующий президент, что ли? Нет, ну, не надо так утрировать. Я говорю, что вкатывание этих персон на политическую площадку Украины начиналось... Зеленский начинался с интервью Гордона. И может, он хочет сказать, что втягивание этих людей, оно, так сказать, имеет отрицательную коннотацию с точки зрения того, что они будут, так сказать, рассатывателями украинской структуры политики, безопасности и общественной атмосферы. А вот в этом он обвиняет Гордона. Не берусь оценивать это, так сказать, ну, как бы с своей стороны, как комментатор, могу только вот ссылаться на это мнение. Оно достойно внимания. Я же оцениваю это абсолютно, повторяю, как дискредитацию, нарушающую абсолютно элементарные всем нам известные этические нормы журналистики. И мне отвечают, война Гуэра или Гуэра, на войне как на войне. Мол, так сказать, он солидаризируется с институтами государства в стремлении нанести, так сказать, удары или дискредитировать, или уничтожить, или подорвать, или обвинить врагов этого государства. Он соединяется с институтами государства. Ну, видите ли, журналистика – это один из институтов государства. Ему не обязательно вот таким образом смыкаться с другим институтом. Он делает свое дело, а службы делают свое дело. Понимаете? Я же и вас не буду сейчас рассказывать о азы журналистской профессии, расследований и тому подобное. Здесь он бравирует тем, что он нарушил эти каноны. Он бравирует. В этом я вижу серьезную характеристику упадка атмосферы общественной в Украине, которая готова смотреть на это со снисхождением, а то и с одобрением к этой дискредитации журналистки как таковой. Ну, вы знаете, трудно не согласиться с этим. И я еще хотел бы бросить ремарку в отношении того, что сказано было, что Гиркин, в общем-то, ничего такого не сказал, что могло бы лечь в основу как бы обвинительного заключения, или вообще иметь какую-то юридическую ценность. Но, мне кажется, это изначально было понятно. Все-таки Гиркин не мальчик с подворотня, человек, который работал в ФСБ, человек довольно высокого уровня офицер. Ну, вот что? Гордон считал, что он, журналист, играющий в следователя, возьмет его и расколет, возьмет его и раскрутит. Это какая-то детская игра получается. Профессионал-существом, понимаете? Вот есть еще одна, так сказать, теза относительно целеполагания этого интервью, которая означает следующее. Гиркин играл в интересах Кремля, в интересах российской власти, а вместе с ним и Гордон, так сказать, подчеркивает это стремление Гиркина, которое состоит в элементарном, так сказать, посыле. Взять полностью на себе ответственность за поход русского мира на Донбасс, полностью устранить ответственность за этот поход, за его последствия с российской властью. И в этой ситуации, как бы, естественно, утвердить в общественном мнении и Украины, и всего мира единственное правильное понимание этой ситуации. Российские, так сказать, националисты, российское движение, устремленное в восстановлении прав угнетенного русскоязычного населения в Украине, попыталась восстановить справедливость, и просто Россия со своей стороны как государство лишь снисходительно этому не мешала. Но сама власть это никаким образом не продуцировала, не вооружала и тому подобное. Вот в этом тоже может состоять цель. Посмотрите, как Гиркин абсолютно уверенно в себе, с легкой долей небрежности, с абсолютно таким, я бы сказал, вызывающим опломбом и подчеркивающим презрением к личности нынешнего российского президента, называя его по имени, сомневаясь в его умственных способностях, но создавая, тем не менее, вот такого рода опломб независимого российского офицера, так сказать, белого офицера, который сражался за монархические ценности. Таким образом он и выводил и Путина, и Кремль, и устои российской власти, всякой ответственности за произошедшее на востоке Украины. Вот еще одна, и на мой взгляд, достаточно, я бы сказал, доверительная постановка вопроса. — Аркадий, ну тогда получается, что Гордон, может быть, сам того не ведая, а может быть, прекрасно отдавая себе в этом отчет, сработал не на СБУ, а на ФСБ? — Шанжается, а «но комманс». — Понятно. Но единственное, вот в эту вот теорию как бы не вяжется мадам Баклонская, которая там совершенно сбоку припекла, и которая просто несла пургу и ничего толком не сказала. То есть она-то какую роль там играет? Просто ее взяли для кучи? — Ну, вишенка на торте, но хорошенькую блондинку, почему не покрутить два часа на экране? Не знаю, мне нечего принес сказать, но совершенно, Саша, мне даже не очень хочется это обсуждать. — Не знаю. — Хорошо, тогда у меня последний к вам вопрос. Я понимаю, что тема не очень приятная, но, собственно, ничего не поделаешь. Так вот вопрос последний. А как теперь, ну, называть ли теперь Гордона журналистом? И самое главное, я пытаюсь понять, как он будет теперь призывать к себе на интервью каких-то, ну, скажем так, известных личностей. И он же всегда анонсирует свои программы тем, что у меня абсолютно независимая журналистика. Мы ничего не вырезаем. Он это говорил и в предисловии к интервью с Поклонской, с Гиргеншем. Что все, что вы скажете, все, я вам клянусь, что это все войдет до последнего вздоха, да, я не буду вас перебивать, я не буду вас провоцировать, да, и все такое прочее. И вот как теперь он будет проводить интервью с другими ребятами? Кто к нему пойдет вообще? Вы знаете, вопрос совершенно скономерный. Я его тоже задавал себе, хотя это меня совершенно, как бы, в меньшей степени, чем что-либо может интересовать. Но, конечно, такой возник вопрос. Вот что и как дальше он себя будет позиционировать? Не знаю, не знаю. Ну, давайте так. Вот что случилось с Бабченко и с интересом к нему, как очень талантливому журналисту, прошедшему Круге Ады в Чеченскую войну и себя зарекомендовавшим и позже, да, его стиль далек от, так сказать, моих представлений, но, тем не менее, безусловно, очень способный, очень талантливый парень, да. Но вот интерес к нему, мне кажется, сегодня стончился невероятно, потому что за такие кунштюки приходится платить, как бы, реноме. Ну, вот посмотрим, я думаю, что Гордону за это тоже, видимо, придется платить. Но он не пропадет, говорят, что он неплохой бизнесмен или удачливый, скажем так, более или менее. Не может быть, я не верю, что он этого не понимал, когда готовил вот это выступление, вот этот монолог. Ясно, что это все было просчитано. Послушайте, пойдет в Думу от определенной прослуки государственных чиновников. Слушайте, ну, не в Думу, а в Верховную Раду, извините. Или в Думу. Оговорка по Фрейду, Аркадий. Да, получилось, получилось, да. Вот, так что, ну, скажу вам честно, меня он так мало волнует, что даже дальше я про него уже очень скоро забуду, я надеюсь. Спасибо, спасибо за это откровенное интервью. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы беседовали с журналистом, паритологом Аркадием Дубновым из Москвы. А программа «Тема дня» продолжается, оставайтесь с нами. Продолжение следует...